Всем привет, с вами Илья Миствист, босс команды Time of Night, интервью специально для канала Speak to Bash. Ну то есть я не создатель, я именно, получается, преемник. Еще в армии я обратил внимание, что ребята, вот реально все, кто был из Питера, они были все общительные, адекватные. Вот это одна история. Есть еще прикольная история, когда мы привозили Афродайта в 2018 году, по-моему, это было, в оперу. Я в детстве любил очень музыку слушать, и с самого детства братик мой старший Роберт включал мне разные прикольные треки. Ну то есть мое детство выпало на 96-й год, примерно мне было 6 лет в 96-м. Вот, тогда выходили как раз грандиозные альбомы Prodigy, тем известные. Вот, и это вот прям у меня первая вспышка того, что я почувствовал, что эта музыка, она меня прям приводит в неистовое движение. Вот, я там и танцевал под нее, и даже на дискотеку ходил. Меня брат отвел на дискотеку. Там всем по 12, по 15 лет, и я там 6-летний ребенок. Вот, меня там даже кто-то крепанул так по-легкому. Типа, че ты мелкий тут делаешь вообще? Я говорю, а меня брат привел. Вот он, и брат такой стоит. Вот, в общем, детство такое, да, связанное с музыкой. Но при этом у меня в семье никто не музыкант, в основном инженеры все. Вот, а я такой пошел по неправильным стопам. Я родился в Риге в 90-м году, перед развалом Союза. У меня там до сих пор родственники живут, бабушка с дедом в Риге. В 96-м году так получилось, что у меня мама развелась с моим родным отцом, он вообще из Грузии. Отец остался в Грузии, мама осталась со мной в Риге. В 97-м году она познакомилась с моим отчимом, и он, в общем-то, нас увез в Москву. С 97-го года мы там, получается, жили до 2000-го, до 2009-го, по-моему, да, как раз в 10-м, я уже приехал в Питер. Но они там до сих пор живут. Вот, то есть для меня есть три родных города. Это Рига, Москва и Санкт-Петербург уже. В Питере я уже больше 10 лет, получается. Ну вот это самый мой большой позор. Я такой грузин, чисто, получается, по крови, да, то есть я ни разу не был в Грузии. То вообще прям недопустимо, уже все мои друзья там побывали, блин, а кто-то по несколько раз. Вот, и я еще так до сих пор и своего отца родного не увидел, вот, в реале. То есть мы там с ним общаемся периодически, на Фейсбуке еще где-то, все зовет в гости. И вот я пытаюсь, планирую поехать, и какая-нибудь херня происходит. Вот последний раз это коронавирус, долбанный. Уже два года сидим в Питере, никуда не выезжаем. Периодически говорят. Ну вообще это такой момент, что жена изначально на мою вечеринку первую пришла. Точнее, не на мою первую вечеринку, а ее первая драм-н-бэйс-вечеринка была моя. И мы тогда еще не были знакомы, пересматривали фотографии 12-го года, по-моему. И обнаруживали, что она ходила на тусы. Я там где-нибудь на заднем плане сижу, там, что-нибудь делаю, рулю, там, контроллером, виджеингом и так далее. Вот, то есть у нас на почве музыки никаких с ней конфликтов нет. Это вообще стопроцентное взаимопонимание. Вопрос, конечно, связанный с деньгами. Когда есть проблемы, да, например, был этот коронакризис, он и сейчас, в принципе, идет. Да, был момент, когда пришлось подзатянуть гайки. Но да, я ищу какие-то варианты, там, работы, подработки. Например, дизайном занимаюсь, графическим, или какие-то другие проекты развиваю, да, чужие, не свои. Вот, но, то есть я достаточно много имею навыков, которые мне могут пригодиться и другим людям в их проектах. Поэтому особо проблем с этим нет. Родители, конечно, не совсем, наверное, согласны с моим увлечением, с моей работой. Но при этом они меня всегда поддерживали, и там, на какие-то даже мероприятия финансово. То есть, когда я говорил, что мне нужны деньги, я их верну, там, через месяц. Смысл идти в банк, платить, там, проценты, либо еще какие-то условия, да, там, соблюдать тупые, дебильные, когда можно помочь, да, там, своим родственникам. Вот, но при этом я эти деньги отдавал всегда и старался как-то, ну, чтобы, ну, они во мне не разочаровывались, и в этом деле в том числе. Но они понимают, что это дело моей души, это именно то, чем я хотел бы заниматься. Это изначально хобби, которое переросло уже в бизнес. Вот, поэтому они поддерживают, но не особо прям так, чтобы, знаешь, с большим рвением. Но, тем не менее. Вот, мой ник. Изначально я хотел себе придумать никнейм, который бы, в принципе, был уникальный. То есть, его бы не было на сцене. И я начал перебирать варианты, там, у меня был в детстве никнейм, я в КС играю и играл, Гост. Да, но это супер популярный ник, и он везде зареганный сто тысяч раз. И я думал, как бы мне, что бы мне придумать. В общем, я услышал трек Дэнни Бёрда, назывался он Red Mist. Вот, и мне понравилось слово Mist. Опять же, я погуглил, обнаружил кучу под этим псевдонимом артистов. Вот, и я решил сделать никнейм из двух частей. Первая часть Mist и вторая часть Twist. Типа, закрученный туман. Ну, это так переводится. Слово изначально было... Ну, его вообще, в принципе, в языке нету ни в английском, ни в каком-либо другом. А сейчас, если погуглить Mist Twist, то это гуглиться как туман. То есть, ну, за 10 лет, короче... Ну, никнейм у меня 2009 года, за 10 лет вот это слово уже попало в лаварный запас. Английский, я не знаю как. Вот, ну, в общем, такая история, Ника. Насколько я помню, вообще изначально это название придумал Артём Ньюрок и его девушка Люся. Вот, и когда мы с ними познакомились в 2011 году на вечеринке, как раз Time of Night, это был февраль 2011, маленькое уютное местечко Summer Bar на канале Грибоедова. Мы там познакомились, и Тёма предложил мне помочь ему с этим проектом, заняться им. Честно говоря, вот именно по историю названия, почему так, я думаю, что можно спросить у них, почему они решили так назвать промо-группу. Но мне это понравилось на тот момент. Изначально нет. Ну, то есть я не создатель этого, не основатель проекта, я именно, получается, преемник. Ну, ты знаешь, бывают моменты, когда ты придумываешь какой-то проект, а потом он просто запарывается и не идёт дальше, не развивается. Тут история была другая, что ребята придумали проект, но они не захотели его масштабировать, а мне захотелось это делать. Илья в 2005 году учился в 10 классе. Чем он мог отличаться? Скромный парень, особо без каких-то там амбиций серьезных. Учился, я тогда готовился к универу, поступать на специалиста по налогообложению. Впоследствии свалил из этого универа, пошёл на рекламу учиться. Ну, то есть я как-то всегда старался слушать в своё сердце, что я хочу делать. Потому что через силу что-то делать для меня, это прям супер-супер тягостная тема. Впоследствии со временем, конечно, я прошёл через множество там вредных привычек. Ну, я какой-нибудь стиль, возможно, соответствующий для тусовки выберу, да. Вполне себе. Да вообще самая удобная обувь – это кеды. Тем более с моим размером ноги, 47-м. Ну, у меня 46-й как бы, но по факту обувь 47-го размер. Да, в 2009 году, после того, как я пришёл из армии, ещё в армии я обратил внимание, что ребята, вот реально все, кто был из Питера, они были все общительные, адекватные. С ними можно было делать дела какие-то там даже, ну, пофиг армейские, но как-то мне вот это запомнилось особым образом. Вот. И я, в общем, ещё в армии за несколько месяцев решил, что всё, я переезжаю сюда. Как раз познакомился с ребятами, с теми. Они мне сказали, окей, Илюх, приезжай, мы тебе поможем. Найдём тебе квартиру, там, поживёшь какое-то время у нас, там, пока не освоишься и так далее. Вот. И всё, я родителям сказал, что, дорогие мои, я не хочу продолжать учёбу в универе в Москве. Я, причём, ещё красиво из универа ушёл, не то, что меня там выкинули. Я ушёл с первого курса, первый курс закрыл, забрал документы и всё, и как бы... Собственно, здесь уже поступил на рекламщика в СПБГУ КИТ, кино и телевидение. Поступил в универ, а закончил институт. Меня вот так вот сгибали. Вот. Ну, то есть, переезд прошёл легко, но раза, наверное, два или три меня обманули, как просто приезжего чувака откуда-то из, не знаю, с окраин. Сперва один раз с квартирой шваркнули. То есть, мы там приехали смотреть вариант, при этом, что в агентстве мы там закинули предоплату, по-моему, что-то в районе... Ну, нормальные деньги для меня тогда, для студента, там, 7 тысяч, это немало было тогда. Ну, типа, вот, мне дали телефон, я пообщался с владельцем квартиры якобы. Они говорят, ну, всё, едьте там на адрес. Я приезжаю, алло, алло, всё, телефон не алло. Смотрю договор, а он, типа, договор о предоставлении информационных услуг, то есть, типа, никто никому ничего не должен, по сути. Думаю, вот, сволочи. И, кстати, эта контора, вот, до недавнего времени, она до сих пор, по-моему, и работала там же. Вот, потом я обратился в агентство. Короче, найти их жильё было реально тяжело. Это вот прям я запомнил. То есть, я жил у друга, у него была ещё кошка такая супер агрессивная, я прям выйти не мог из комнаты. Меня она однажды так сильно поцарапала, что у меня коготь остался прям в руке от неё. Я думаю, вот, тварь, короче, всё, я не хочу больше здесь жить. Вот, но есть прикольная история, связанная с коллективом Zombie Cats, с их приездом. Привозили их ребята из Therapy Session. Кто делает Dark Session Crew? Вова. Вова, привет. Вот, и Вова мне позвонил, сказал, Илюха, выручай, нужно с ребятами провести время. Они приехали на фестиваль. Ну, типа, у нас вообще никак не получается с ними пересечься, там, надо, в общем, их отвезти покушать, отведать кухню русской и как-то немножко поразвечь. Мы с Олегом, с моим другом, такие, думаем, окей, хорошо, погнали. Повезли их в рестик, типа, русской, украинской традиционной кухни. Ресторан Шинок назывался. В общем, мы такие, приходим туда, нам менюшечка, давайте, ребята, там, вот это, вот это. Мы им говорим, вот, парни, берите борщ, берите, там, селёдочку, берите, там, оладушки. И они такие, ох, ещё это всё, запах там такой вкусный, традиционной еды русской. Вот, а у них ещё такой прикол, зомби-кэтс, они, это два чувака, один из Австрии, а второй из Австралии. И они, короче, вместе пишут музло, ну, и тот чувак, который из Австралии, он в Австрии сейчас живёт. Ну, в общем, они круто по-английски разговаривают, мы вроде тоже, там, более-менее как-то, вот. Вот, они заказывают, мы заказываем, там, и горилки, там, и водочки, там, всё, мы уже часа через три такие хорошие. Всё, думаю, ну, ладно, уже пора ребят в отель отвозить, просим счёт, нам приносят счёт, там, в районе пятнашки получилось. Такие, опс, а нам-то бюджет выделили, там, по-моему, косаря четыре или три. Такие, думаю, вот прикол, мы такие добродушные, радушные ребята. Вот, на пятнарик, короче, посидели в рестике. Ну, там, на самом деле, цены неадекватные были. Ну, ничего, зато ребята вкусили все радости русской кухни, реально, все практически, всё самое вкусное, они попробовали. Вот, это одна история. Есть ещё прикольная история про то, как, когда мы привозили Афродайта в 2018 году, по-моему, это было, в оперу, значит, с утра, после туса, мы, естественно, не спавшие, приходим его будить в отель, что пора, Гевин, пора уже уезжать, билеты, все дела, вставай. Приходим в отель, стучимся, никто не открывает, через, там, где-то минуты три просто открывается дверь, выходит Гевин и начинает прям, прям, жёстко на нас орать. Какого хрена вы меня будете? Я не поспал, там, я не выспался, меняйте билеты, я никуда не поеду. Ну, ему надо было ехать, улетать не в Россию, ой, не в Англию, а ему нужно было дальше в Москву на выступление двигаться, к Коле Джампу, вот. Ну, то есть, там, в принципе, тайминг определённый был, вот. И он, короче, нас заставил, типа, уехать вообще, типа, чуваки, я никуда не поеду, меняйте мне билеты. Мне пришлось звонить Диме, эстетику срочно, говорю, Димон, я не знаю, что делать, давай, что-нибудь придумывать. Он как-то поменял эти билеты, и, в общем, Гевин был в ярости какой-то нереальной, типа, он не выспался. Хотя он всю ночь глушил водку с энергетиком. В принципе, неудивительно, почему он не выспался, но крайними оказались промоутеры. То есть, мы. Продолжение следует...